для рисования я решила взять прекрасные фиолетовые тюльпаны и конечно акрил у меня большие тюбики по 200 миллилитров но они есть и по 120 миллилитров и еще меньше я беру такие потому что очень часто его использую на тюбиках внизу всегда пишется номер оттенка или его название а также на некоторых тюбиков бывает еще квадратик который заполнен либо полностью либо напополам и это обозначает насколько сильно краска перекрывает еще у меня есть небольшой набор от мэри смело рекомендую вам этот акрил качество превосходное и еще я часто смешиваю акрил с гуашью остановимся подробнее на кистях в этой руке мне синтетика здесь белка для акрила используем только синтетику пример белка ничего не получится потому что она слишком мягкая и в общем то просто жалко кисть вот видите она вот тут вам покажу она очень очень мягенькая и подходит конкретно для акварели синтетика же очень плотно убита и более твердые все-таки тяжелая краска и когда он высыхает похож на пластмассу даже чем-то поэтому синтетика и только синтетика акрил это водная краска поэтому кроме воды вам не нужно никакие растворители лаки и так далее рисовать я буду прям сразу акрилом можно в целом сделать это и карандашом уже поверх красками но карандаш пачкается вот конечно если вы не возьмете там х какой-нибудь сильный то может быть не так это будет выглядеть но карандаш под низом очень сильно пачкается и все равно вы потом не будете видеть всех деталей потому что покроете условно говоря одним слоем и все вы уже не видите ничего под низом поэтому рекомендую начинать сразу красками прям здесь намечать я обычно это делаю с помощью желтого оттенка правильного белилами либо где у меня тут окра вот это наверное лучший вариант конечно если вся работа у вас холодных тонах то начинаем голубым нежным каким-то я думаю это все очень понятно этот свет у нас не просвечивался через остальные слои все я начинаю сегодня я буду наверное может быть даже сиреневым сразу рисовать потому что тюльпаны сиреневые ну и в целом зелень потом перекроется акрил достаточно быстро засыхает поэтому выдавливайте на палитру умеренное количество краски если все-таки вы выдавили за много то можно обернуть палитру в целлофановый пакет и сохранить краску до следующего использования текстура у акрила как вы можете заметить достаточно густая но его можно также и развести сильно с водой получить более акварельные гуашевый эффект что-то такое я зачастую рисую акрилом в технике подмалевки и наверх накладываю уже оттенки так эскиз так сказать уже нанесен начинаю наносить листву еще пару нюансов не покупайте черный акрил в больших тюбиках он вам просто-напросто не нужен будет обычно именно черная краска остается после всех наборов потому что черный акрил слишком яркий и будет выглядеть максимально ненатурально в любой работе еще еще можно работать прям краской из тюбика не смешивая цветов можно сухой кистью техники зависят в большинстве случая именно от вас то как вам нравится в общем можно просто поиграться с разными цветами и фактурами больше творчество у меня в инстаграм в целом мой скетч закончен вот очень жаль что я снимаю это видео когда темно и и поэтому наверное не до конца камера передает такие цвета как это в жизни они гораздо темнее на камере но ничего дело вам ясна в общем густая краска для которой нужна только вода кисть синтетика палитра самые базовые цвета красный желтый белый и кончик ультрамарин и все и ваше желание творить это все что вам нужно о свойствах краски я вам рассказала так что теперь вы готовы и можете точно сотворить свою акриловую работу мой скетч уж тоже закончен подсохнет акрил быстро достаточно сохнет но у меня здесь такой достаточно густоватый слой акрила поэтому я не знаю вот рада была с вами поделиться этим видео тут у меня немножко цветочки мешают художником тут будем рисовать да вот так что все спасибо вам большое за просмотр всем пока а а а